95% жителей Сургутского района, которым необходимо поставить прививку от сезонного гриппа для формирования коллективного иммунитета, прошли процедуру. Это более 68 тысяч жителей. Компания по вакцинации в муниципалитете началась в сентябре. Совпадение или нет, но на сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в районе не превышает предельно допустимого уровня. Процедуру иммунизации проводят в прививочных кабинетах медицинских организаций каждого поселения. Не исключение отремонтированная поликлиника в Барсово, в которой теперь местные могут не только поставить прививку в просторном, светлом и уютном кабинете, но и попасть на прием к узким специалистам. Например, к офтальмологу, которому раньше приходилось ездить в соседние солнечные Белый Яр или Сургут. Впервые свои кабинеты для приема пациентов в медучреждении с недавних пор открыли также травматолог, хирург, отоларинголог. Благодаря чему удается привлекать в небольшой населенный пункт даже узких специалистов, которые порой на вес золота даже в мегаполисах узнала Валерия Кудрявцева. Раньше, чтобы попасть на прием к офтальмологу, жителям Барсово приходилось ездить в соседние солнечные Белый Яр или Сургут. После обновления здания появилась возможность открыть кабинет в местной поликлинике. Прием в нем сейчас ведет выпускник Сургу Антон Васильев. Офтальмолог ранее в Сургутской районной поликлинике был, но принимал только взрослое население. На данный момент я веду смешанный амбулаторно-поликлинический прием, то есть я принимаю как детей, так и взрослых. Тенденция на данный момент есть, она не радует, скажем так. В основном очень часто приходят дети с начальными стадиями, то есть на миопии слабой степени, средней степени. То есть со зрением у детей на сегодняшний день большие проблемы. Не было раньше в Барсовской поликлинике и от ореларинголога. Альбина Усеева, как и ее коллега, окончила Сургутский государственный университет. Выпустилась в 2014-м и сразу устроилась в районную поликлинику. Решающим фактором при выборе места работы, как признается сама девушка, стала программа поддержки «Земский доктор». Молодая семья, ребенок, ипотека, поэтому финансы были нужны. Это было основное условие. Ну и плюс дорога, то что не прям так далеко. Я и деток принимаю, детский прием виду, и взрослые. Деток, конечно, чаще, потому что из всех патологий, именно по лорнаправлению, чаще всего это патологии нос, около носовых пазух, это частые рениты, синуситы, отиты, воспаление среднего уха. Программа поддержки стала одной из причин смены места работы врача-эндоскописта Олега Деге. Последние 10 лет мужчина работал в Сургутской окружной клинической больнице. Но когда приехал в Барсово, решил поменять вместе с пропиской и коллектив. Несомненным плюсом, по словам медика, стало и обновление здания учреждения. Меня привлекали к вопросам планирования и устройства этого кабинета. Здесь коллектив постарался, чтобы все быстрее мы сюда перешли, в новое здание, чтобы быстрее реконструировать. И взаимопомощь, мне нравится работать в этом коллективе. Если для Олега Дега программа «Земский доктор» стала лишь приятным бонусом, то Евгения Клопцова, врач-дерматовенеролог, целенаправленно приехала из Челябинска, чтобы стать участником меры поддержки. Познакомившись с этой программой, что эта программа в Ханты-Мансийском автономном округе работает, на мой взгляд, лучше, чем в каких-либо других регионах. И, конечно, это является таким посылом для того, чтобы выбрать, потому что на самом деле здесь специалистам помогают по этой программе, и поддержка финансовая ощутимая. Я решила свои проблемы с ипотекой, не буду скрывать. Ну и вообще нравится в плане, вот сейчас уже, да, комфортных условий для работы, всего необходимого. И в этом заинтересована администрация поликлиники, то есть все необходимые расходники для работы. Кстати, должна отметить, что в 2019 году я пришла в апреле, а в сентябре уже мне предложили, я с удовольствием согласилась пройти повышение квалификации по дерматоскопии. И меня отправили в Тюминде, я проучилась, получила сертификат, и это оплачивала поликлиника полностью. Всего по программе «Земский доктор» в Сургутской районной поликлинике работают 50 специалистов, из них 45 врачи. Однако вакантные места в учреждении еще есть. Есть вакантные места, это врачи-терапевты, врачи-педиатры, также есть вакантные места, это врач-уролог, детский уролог, детский хирург, врач функциональной диагностики, тоже есть вакантные места по программе «Земский доктор». По программе врачи и фельдшеры могут получить выплату до 2 миллионов рублей, в зависимости от того, в каком регионе находится населенный пункт, где они будут работать. Потратить эти деньги можно на строительство дома, оплату ипотеки, покупку квартиры. Помимо программы «Земский доктор», также материальной помощи, которая оказывается округом для вновь приезжих врачей из больших городов, с других территорий, также администрации Сургутского района предоставляются жилые помещения на условиях социального найма при условии свободных мест. На сегодняшний день выдано порядка 20 квартир только медицинскому персоналу на территории Сургутского района, именно администрации. В них проживает более 50 человек. Квартиры выдано у нас в Сытомино, Тундрино, большинство квартир выдано в Угуте, то есть непосредственно там, где есть большая потребность и нет возможности арендовать или купить жилье. Поэтому администрация помогает в большей части на удаленных территориях. Подробнее с актуальными вакансиями в поликлиниках и больницах, которые находятся на территориях с численностью населения до 50 тысяч человек, а значит попадают в программу, можно на сайтах этих учреждений. Валерия Кудрявцева и Сергей Коликов. Специально для программы «Новости главное». Барсова.